С Дезиславу Владарчик отправили в лагерь Освенцим после неудавшегося варшавского восстания в 1944 году. В то время ей было 11 лет. Сегодня, вспоминая время, проведенное там, она говорит, что выжила только благодаря тому, что пробыла в концлагере относительно недолго. Всего через пять месяцев, 27 января 1945 года, лагерь освободили советские войска. Владарчик привезли в Освенцим с родителями и младшим братом. Людей доставляли в вагонах, которые предназначались для транспортировки крупного рогатого скота. Путешествие длилось несколько дней. «Повсюду была давка. Слышались плач, молитвы, крики. Мы ехали по меньшей мере три дня. На въезде в лагерь была табличка Освенцим. Мой отец стал биться головой о стену и плакать. О боже, куда нас привезли? Куда нас привезли? Где нас привезли?» В этом году исполняется 70 лет со дня освобождения Освенцима. Сегодня Владарчик вспоминает об ужасах тех пяти месяцев. «Одна женщина плакала. Её маленький ребёнок был завёрнут в подушку. Я не знаю, умер ли он или был болен. Она просила ему помочь, плакала. Охранник приставил пистолет к её затылку и убил её прямо на наших глазах». Женщина также нашла барак, в котором держали её и других детей. «Клопы, вши, крысы. Мы были ужасно искусаны. Крыс мы просто убивали о стену». До наших дней сохранились даже рисунки, которые дети изображали на стенах бараков. «Вначале дети плакали. Они кричали «мама, пить в туалет, холодно». Вначале было много плача. Но там были периоды, когда нельзя было даже шёпотом говорить. Число детей постоянно сокращалось». Родители из Дезиславы транспортировали другие лагеря на территории Германии. Мать выжила, отец погиб. В целом же в Освенциме было убито около 1 миллиона 100 тысяч человек. В основном это были евреи, а также поляки, цыгане, русские и представители других национальностей.